Доброе утро! 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 лет евреи физически работали в египте и когда он рождается у него нет свободы у него постоянно над ним висит смерть у него нет никакой собственности 430 лет физического рабства у тебя нет ничего никакого права на настоящее счастье евреи много плакали но кушали мы знаем да и не кушали лук кушали много страдали и вот наступает момент когда моисей возвращается из пустыни он упускаю какие-то места описания преимущественно вы их знаете и он начинает провозглашать фараону чтобы он вывел отпустил израиля из египта а моисей вывел их туда в землю обитованную и мы знаем наступает такая серьезная схватка в конце этой схватки когда казни над землей египетская совершались произошло то что евреи в одну ночь когда они были скуплены избавлены протрубила труба и моисей сказал выходим евреи выходили из египта вы помните они не с пустыми руками выходили рода они как настоящие сибиряки вроде нет ничего но когда что-то надо всегда где-то что-то лежит рода евреи они забрали столько золота столько драгоценностей у них обувь не стаптывалась болящего в стане не было они вышли все из египта с великой победой но выходили очень быстро скоро они даже не заготовили себе еды пищи они не могли до конца осознать что это будет на самом деле так как это будет по опресники какие-то спекли успели какие-то там взяли что-то по-быстрому и выходят выбегают из золота конечно в первую очередь они за пищу то сильно не думали как бы набрали написано обобрали весь египет ну зарплату забрали за 430 лет просто вот бы нам тоже так правда и вот представьте себе они идут и глазам своим не могут поверить что для них буквально праздник пасхи он стал физически избавлением от 430 летнего рабства у нас сегодня когда праздник конкретно касается нашей жизни у нас рождаются дети или у нас рождаются внуки или вот сегодня один мой друг по спортивным направлениям написал мне александр ильич и он написал поздрав меня у меня родился внук и я говорю поздравляю а сам думаю когда моей это семье уже внук родиться и я понимаю что когда праздник проходит через твое родство через конкретно твою жизнь у тебя даты на календаре сияют победоносными цифрами твоего дня рождения или дня свадьбы которые сестры помнят всегда братьям мужьям напоминают но ты помнишь какой завтра день только они не говорят завтра ты помнишь что через 246 дней какой будет день они всегда помнят это их конкретная дата это конкретно события конкретной семьи вот такие праздники празднуются особо подготовлено и особо радостно а что же это был за праздник пасхи для евреев о для египтян простить недавно были в египте с братьями 20 человек команда у меня была всегда мечта оказаться на тех пирамидах где реально физически много 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 тысячелетий лет назад евреи приложили свою строительную руку и бог так дал благословил господь прекрасные братья у нас есть предприниматели бизнесмены и они говорят пастор вот когда-то вы говорили вот вам путевка хотите едьте я понял что я хочу и мы поехали его 20 человек нас поехали на это прекрасная каир и посмотрели как там живут египтяне без евреев грязновато очень мы были на этих пирамидах открыли страницы того удивительного 6 класса по истории где я сидел и смотрел на эти картинки и мечтал когда-то физически я там буду и вы знаете это произошло я вот думаю мы празднуем праздник пасхи а то же вместе с прекрасным избавленным еврейским народом мы торжествуем мы радуемся мы ликуем мы дарим подарки с уст наших не сходит улыбка внутренняя победа христос победил смерть а вот египтяне что для них был праздник а вы понимаете что для египтян праздник пасхи это великая трагедия для них праздник пасхи это какой-то суточный геноцид их первенцев которые в египте были тогда а представьте себе что такое для родителей потерять ребенка да многие из нас делают все и свою жизнь отдадут но лишь бы дети наши были живы и здоровы и вот посмотрите книга исход 11 глава 4 стих стих и ниже праздник пасхи не для всех библия говорит и сказал моисей так говорит господь в полночь я пройду посреди египта и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона который сидит на престоле своем до первенства рабыни которая при жерновах и все первородное из скота будет вопль великий по всей земле египетской какого не было и какого не будет более никогда никогда больше во всем историческом периоде до сегодняшнего дня египет так не плакал и не кричал и не вопил от того что произошло в ту ночь когда евреи получили избавление получили право на свободу для них праздник пасхи стал великим личным праздником каждой семьи которые множество лет столетиями были в рабстве в гнете в насилии в геноциде и вот наступил день свободы евангелие луки 20 17 главы 24 текстом и ниже говорит ибо как молния сверкнувший от края неба блистает до другого края неба так будет сын человеческий в день свой но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным уродом этим и как было во дни ноя так будет и во дни сына человеческого ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех так же как было во дни лота ели пили покупали продавали садили строили но в день в который лот вышел из садом а пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех так будет и в тот день когда сын человеческий явится в тот день когда будет на кровле а вещи его в доме тот не сходи взять их а кто будет на поле также не возвращайся назад вспоминайте жену лотова кто станет сберегать душу свою тот погубит ее кто погубит ее тут оживит ее сказываю вам в ту ночь будут двое на одной постели один возьмется а другой останется двое будут молоть вместе одна возьмется а другой останется двое будут на поле один возьмется а другой останется вот и посмотрите на то о чем говорил христос 17 главе что в один момент одно и то же событие для разной категории людей будет разным состоянием для одних избавление победа награда вечная жизнь для других наказания проклятия оставленность и дорога в ад как так именно поэтому праздник пасхи истина праздник пасхи не для всех и мы радуемся и торжествуем ликуем поем славим смеемся улыбаемся а нас окружает множество людей которые приближаются к 17 главе евангелия луки даже наши самые близкие родные близкие вот самые самые родственники с которыми мы делаем семьи восстанавливаем взращиваем деток так сказано очень серьезно что вы на одной кровати спите с кем-то и в день избавления вас возьмет господь в небеса вы рождены свыше вы приняли христа вы посвятили ему свою жизнь вы много раз проповедовали божье слово своим родным и близким но они отмахивались и говорили нет не верю не время будет 89 с половиной лет тогда уверую сейчас я еще не хочу хочу пожить для себя и в один день когда вы будете подняты на небо в тот же самый день горя слезы или реальность того что вы говорили во что верили и о чем предупреждали станет частью оставленных и брошенных людей которые имена не были записаны в книгу жизни и для нас день спасения для них станет днем оставленности выбор остается с нами какое счастье когда двое на постели и в момент трубного зова когда господь придет за церковью двое и поднялись в вечность за руки взялись и пока еще летят держат друг друга но зная что там на небе не женятся и не выходят замуж я не знаю в момент когда ваши руки распустятся и вы уже друг друга опустить и скажете ну все встретимся на небесном служении помнишь вроде что она твоя жена ну как бы так не знаю я не знаю может моргнешь и там на небе там ты там было время сейчас как бы уже по-другому я не могу я не знаю и вообще я не согласен да но как-то будет по-другому мы все равно будем родными близкими благословенными все будет хорошо там будет такое родство там будет такая семейственность на небе что вот это самое близкое как двое муж и жена станут одной плотью на земле так наверное там вечность и мы все будем осознавать свою великую причастность ко христу и друг другу как целостная спасенная церковь из всех племен и народов мы должны сделать все пока на этой земле чтобы праздник пасхи он стал для всех скажи аминь а не только для кого-то в этом название я не хотел сказать что мы есть избранные любимые благословенные остальным богу просто не понравились и бог их как-то ну-ка ну-ка а вот это вот а вот и отойди в сторону бог человека любил и и библия говорит что он хочет чтобы все люди спаслись и и достигли познания истины вот сердце небесного отца вот сердце великого бога второе откровение пасха она переводится с древнееврейского слова как проходить мимо и место священного писания находится в книге исход 12 глава 12 тексты ниже пасха переводится как пройти мимо библия говорит моисей пророчествует а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд я господь и 13 текст и будет у вас кровь и знамением на домах где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами внимание язвы губительные когда буду поражать землю египетскую в тот самый момент в ту ночь когда господь через моисея предупреждал поверьте в обетование в вашем доме должен быть конкретный ягненок который проведет с вами определенное время и в момент пасхи хочу подчеркнуть что тогда когда это только зарождалось откровение об избавлении о том что смерть проходит мимо понятия о яичках или о каких-то каких-то других выпечках вообще не существовало было единое понятие о агнце агнце который был однолетний рожденный непорочный прекрасный замечательный в которого была влюблена вся семья именно в ту ночь этот агнец стал причиной избавления что ангел смерти проходил мимо этих семей которые уверовали они должны были запечь его полностью а кровь его должна лечь на косяки тех домов где жила еврейская семья были наверное те которые сказали ну какие-то сказки вообще не верим не хотим не будем заняты устали после работы а были те которые ставили для себя главным приоритетом выполнить слово господа не усталость саботу суету и неверия а выполнить слово господа и вот исполнение слова господа стала для них избавлением и свободы когда смерть прошла мимо когда проклятие прошло мимо и посмотрите что же говорит иоанн креститель о иисусе христе о агнце божьем это написано в евангелии иоанна первой главы двадцать девятым стихом и ниже когда я он крестил и евреев они приходили к нему на иордан приходили и римские войны также потому что сила покаяния и сила избавления от грехов было настолько мощно в свидетельстве иоанна когда он проповедовал строго говорил о покаянии грехов и о том что порождение хитрый кто внушил вам бежать от будущего гнева принесите достойный плод покаяния и это он говорил фарисеям которые были законно учителя и вот здесь наступает тот день когда вдруг иоанн в трепете говорит кто-то приближается кого я недостоин кто-то приближается я даже шнурки на его обуви не достойно развязать или завязать и вдруг и всей этой многотысячной толпы деляется личность идет тот и вдруг иоанн открывая свои уста провозглашает 29 стих который лег в основании евангелия он говорит на другой день видит он идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира посмотрите если в первом откровении смерть проходит мимо нужно не попал попала в мимо просто куда-то улетела что-то прошло мимо тебя и знаете множество таких моментов когда смерть буквально проходила мимо когда что-то пролетало мимо однажды камень пролетал мимо моей головы у меня такая прическа была удивительная в детстве не то что сейчас и у меня такие волосы были и один мой друг с которым мы сидели за партой удивительный парень замечательный человек у меня такой циркуль был но самый лучший во всем классе не знал я правда что с ним делать но он был и он у меня его взял а сказал что родители ему купили он был такой высокий высокий он уже тогда был метр восемьдесят и я всегда сидел с ним а я был самый маленький в классе даже подкладывал в кроссовке себе вату ну хоть чтоб чуть-чуть чувствовать свою силу смотрю мой циркуль который я уже месяц похоронил я ему как бы объясняю мой и уже даже за школой ему доказываю мой и доказал и вроде ухожу и по вам не кричит я поворачиваюсь и летит камень острый большой и так по волосам я думаю мимо у него был замечательный папа если вы знаете такая безная у нас есть дорога на порт арту вот там у нас в черлакском районе и там такая была место но до сегодняшнего дня есть где ремонтировали машины там стояла клетка и жил там медведь это был его отец хозяин потом и кто-то проклялся заколдовал отца посадили в тюрьму тот сын стал наркоманом семья развалилась бизнес распался и все такое и потом я как-то его полностью бомжа встречал они были самыми богатыми на то время уже 89 году он ездил на супер тойоте и он был такой достаточно сильный но циркуль мой прихватил и вот это все принадлежало ему и когда мы помирились и все было хорошо мне пригласил в эту свою логово и я так хотел этого медведя а там были такие за эти решетки и в новом режим медведь жил в этой решетки и были ворота и я стоял у этого медведя метр от него и вы знаете подъехала машина и сигналит а я думаю на я стою у ворот у меня всегда было сердце слуги я думал открою ворота я начинаю открывать эти ворота беру вот эту воротину и вот так беру 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 и сам не понял как я спиной прикасаюсь к решетке этого медведя держу воротину и такая лапа с когтищами настоящими физическими она вот так меня обнимает и прямо вот на у меня такая куртка была прям новая я даже не понял что я сейчас могу погибнуть навсегда мне куртку было жалко ха и когти вот так знаете я это помню вот знаете мозг так сфиксировал на всю жизнь и я понял куртку жалко я не сказал тогда слова господи я не сказал тогда спасите помогите я вообще ничего не сказал я просто понял что куртку жалко вы знаете когда медведь тебя обнимает может быть последними объятиями твоей жизни храни тебя господь а